Всем привет! Эфир называется «Включаем мультики» и «Виню себя». Решила сделать такой эфир, поделиться своим опытом и также ответить, прокомментировать окошки, в которых вы писали, тоже делились своим опытом. Всем привет, кто онлайн присоединяется, эфир будет про мультики. Очень кратко расскажу, как у нас сейчас дела, потому что у нас были в мультике целый день, и я себя из-за этого, конечно, сжирала, просто у меня вина, я себя винила, чувствовала себя такой плохой мамой, и тревожность у меня была, в общем, много таких эмоций. И сейчас сын смотрит два раза в день, я уже делилась этим в сторис, да, в актуальных мультики, как раз подробно-подробно все рассказала, но решила вот не в сторис окошки прокомментировать, а сделать небольшой прямой эфир. Если у вас в моменте появятся вопросы, тоже пишите, буду рада. В общем, сейчас два раза в день у Артема, утром и вечером. Вчера было всего один раз утром. Очень удивительно быстро мне удалось все это в жизнь воплотить, и, собственно, хочу поделиться, как это получилось. Но сначала отвечу на окошечки, они у меня на компьютере представлены, буду туда смотреть, буду смотреть в свой план тоже, чтобы немножко структурировать эфир. И так, да, я прям по порядку пройдусь, потому что очень интересно послушать вообще вас, пообщаться с вами. Что-то я на какие-то окошки я в сторис тоже ответила. Ну как ответила, так скажем, прокомментировала, своим опытом поделилась. А вот на прямом эфире все-таки хочется больше, глубже немножко задеть вот эту тему. Первое сообщение о частенько этим грешу. Ну, мультиками, да, чувство вины сжирают просто. Здесь я хочу прокомментировать, да, что меня тоже, да, сжирало чувство вины, и именно тоже такие формулировки прямо у меня были. И это было почему? Потому что это было неконтролируемо. Сейчас, когда я включаю мультик, это есть четкие границы, да. И когда я включаю, я знаю, что вот сейчас я включаю. И примерно стараюсь время, конечно, контролировать, ограничивать, да. То есть это где-то полчаса, час. Достаточно много. Но учитывая то, что было целый день, это, я считаю, огромный успех. Вот, как было целый день. Я тоже делилась, что вроде как бы начиналось, как-то все нормально, как-то, знаете, так, ну, включила. Ну, он там лепку смотрит, лепит, сидит. То есть он вроде хорошо лепит, лепит. Раз какой-нибудь там блогера какого-нибудь смотрит. Там, я расскажу тоже про контент. Там было в окошечке написано как раз про контент тоже. Как бы что именно дети смотрят. У нас какие-то мультики, видео и так далее. У меня Артём вот прям YouTube смотрел, блогеров. Он там любит смотреть стримы, как в игры играют и так далее. То есть он сидит, вроде сначала лепит, лепку смотрит. Вроде полезно, нормально, да. А потом раз смотрит что-то другое, да. И вроде сидит и параллельно лепит. Знаете, как нам бывает скучно просто сидеть. Мы на фоне что-то включаем. Ну, как бы вот вроде и делом заняты. Вроде как бы вот и у меня у самой. То есть не было какого-то чёткого представления и чётких границ в этом плане. Ой, я хотела застегнуться. У меня пятно, по-моему, здесь на футболке. В общем. У меня у самой, в общем, не было таких вот границ. Да, и как бы мне пришлось самой адаптироваться. И я хочу сказать, что это нормально, что у вас периодически так бывает, что ребёнок смотрит много мультиков. Да, у меня такое бывает. Потому что там были окошки тоже, вот когда там ребёнок болеет. Да, или мама там очень сильно устала. И включают мультики. Да, у меня тоже такое периодом не бывает. У нас после болезни, к сожалению, да, так происходит, что нет сил просто. И ты кран даёшь, да. И это тебе в помощь идёт. Да. Но потом как-то надо адаптироваться, как-то снова ограничивать. Да. То есть вот такие сбои, это нормально. То, что есть какие-то откаты, сбои. Я вообще к этому спокойно, нормально отношусь, да. Ну, конечно, ты испытываешь чувство вины и тревоги за ребёнка, да. И хочется просто что-то с этим сделать, да. То есть вот меня такой образ жизни просто не устраивает. В целом даже для самой себя. То есть я не хочу целый день сама сидеть. Ну, что-то там делать, я не знаю, смотреть на фоне какие-то видео, да. То есть мне даже как взрослому человеку такой образ жизни не подходит. Тем более здесь ребёнок, да. И, конечно, я бы не хотела, чтобы у меня ребёнок, ну, вот вёл такой образ жизни. И, соответственно, мне важно выстроить границы, направить его, да, чтобы был другой образ жизни. И когда вот у нас в целом хороший образ жизни, то есть, ну, что-то, мы много общаемся, я вкладываюсь в его развитие, то есть мы сейчас над звуком «р» работаем, да. Что ещё? Ну, у нас там есть разные события, разные традиции, да. Я про это тоже в конце расскажу, как бы вот пошагово. Ну, в общем, тот образ жизни, который нам подходит, да, и сюда, ну, нормально вписать какое-то время для экрана, когда мама может провести время спокойно, да. То есть, ну, вот, допустим, у меня утром я спокойно просыпаюсь, спокойно завтракаю, да. Можно в целом поменять этот ритуал, эту привычку, да, на что-то другое, на что-то более полезное. Но пока так как бы устраивает, да. То есть, и в остальное время-то нет экрана, да. То есть, и когда вот я, допустим, делаю тренировку, или тоже включала экран вот в эти дни, но сейчас муж в командировке у меня, поэтому когда он приедет на время тренировок, он будет с ним сидеть, но там у нас такая традиция с мужем смотреть сериал. Когда мы смотрим сериал, как бы мы, конечно, ребенку тогда дадим экран. То есть, ну, то есть, тоже получится примерно два, наверное, раза в день, и меня пока это вообще вполне устраивает. То есть, для меня такой образ жизни нормальный. Вот. И тогда чувство вины не будет жрать, потому что у тебя есть четкий выбор, четкое представление. Все, да. То есть, вот, как я это себе, да, представляю. То есть, баланс в твоей жизни, в твоем образе жизни, он должен быть, и он начинается именно с мамы, да. Дальше пишет Ирина. Тоже такое бывает. Понимаю, разделяю, обнимаю тебя, Марина. Вот это все в обнимашке. Посылаем, у кого такое бывает, у кого есть двое сейчас, кто находится сейчас в этом чувстве вины, а это на самом деле базовая эмоция фрустрации, да, из-за нее, да, когда что-то идет не так, вот не так, как хотелось бы. То есть, у нас есть какое-то представление, ожидание, как мы будем проводить время, там, и так далее. Нам хочется, чтобы ребенок больше играл. Хочется уделять ему внимание, хочется с ним быть, хочется его развивать, там, и так далее. Но бывает, ну, ожидание, реальность не совпадает, вызывается фрустрация. И просто вот это чувство вины, это просто значит, что у вас много вот этой фрустрации. И оно, ну, выливается вот в такое чувство вины. И оно может подсветить нам такие моменты. А как я хочу? А что я могу для этого сделать, да? И тревога тоже возникает, на самом деле, потому что ты все равно тревожишься за здоровье ребенка, за развитие ребенка, да, потому что, ну, очевидно, что экран – это не тот образ жизни, который там хотелось бы, да, для ребенка. Но, опять-таки, откаты бывают, можно все исправить, все нормально, да, то есть даже если у вас ребенок целый день залипает, как у меня это было, все возможно сделать. Вот, поэтому не отчаивайтесь, я тоже обнимаю вас, у кого так. Вот, и еще я хотела сказать такую мысль какую-то, но улетела она от меня. То есть еще попозже, может быть, вспомню ее. Давайте дальше тогда читать. Если что, вспомню, скажу. Насчет эмоций, по-моему, что-то я хотела сказать. Ага, вот, вспомнила. У нас еще бывает такая повышенная тревога, что мы вообще там буквально, ну, как экран зло, от экрана тупеют. Это нам, знаете, транслируется из общества очень часто, да, и у мамы просто, даже просто она включает мультики в целом, да, какое-то ограниченное количество, или дает ребенку экран, дает телефон и так далее, и у нее уже, или там даже просто видео посмотреть на телефоне, фотку посмотреть, ну, что-то, да, то есть даже не мультик. И у мамы такая тревога внутри, что это так плохо скажется на нем. Но на самом деле, поверьте, экран можно использовать на пользу. И я это сейчас не говорю, какие-то моменты, что нам надо там отдохнуть, и мы ребенку даем экран, или что-то сделать там, какие-то манипуляции в сторону ребенка. Нет, это совсем про другое. Это, например, созвониться с мужем, который в командировке, как у меня сейчас, да, отправить ему смайлик, посмотреть фотографии. Экран его можно использовать по-разному, да. А я сейчас вот говорю, вот это два раза в день, а я сейчас говорю именно вот про YouTube, да, вот в нашем случае. Вчера не было YouTube, но вот раз у меня муж в командировке, мы ему звонили, да, и там, ну, это заняло, я не знаю, минут 15, может, 20, да. То есть, ну, это тоже был экран, но он на пользу, понимаете. То есть, как бы не надо все под одну гребенку гребсти. И вот, например, есть вот мама, которая спрашивает, да, что она там 15 минут включает, сейчас, а вот, мой может 15 минут, 10-15 поиграть в шарики. У меня, кстати, Артем тоже одно время играл в игры на телефоне, и в шарики тоже играл вообще просто так виртуозно лучше, чем я. Не знаю, ок ли это, да, 3 года ему, 3 года, представляете, да, то есть, ну, это уже, ну, достаточно, ну, как, не год ему, да, что он там играет в какие-то шарики на телефоне. То есть, ок ли это, а вот вам ок, так, да, то есть, я считаю то, что это нормально, если мама делает такой выбор. То есть, ребенок же не сидит там целый день в этом телефоне. Главное — контекст, понимаете, главное — смотреть на все. Вот, или там на фоне, вот на фоне, и 24 на 7, чтобы ребенок залипал, вот это, конечно, не ок. Но это, опять-таки, это тоже, да, я для себя избираю, выбираю. Кто-то так живет, кому-то так ок во взрослой жизни тоже. Но я считаю, конечно, это... И тоже мне сейчас... Ну, в общем, я не категорична насчет мультиков, и расскажу дальше как раз комментарий, который вот это раскрывает. До двух лет не было никаких экранов, пишет мама. В три сдалась и дала, и его сразу стало много, да, этого экрана. Тоже пытается ограничить. Думала, раз говорит отлично, то окей. Но к планшету как будто привязанность сформировалась. То есть здесь, понимаете, у меня, допустим, у ребенка рано очень появилось. То есть раньше, может, где-то около года, ну, в полтора, может быть, появился экран. Тоже его стало много, и я тогда увидела, конечно, трудности в речи. То есть я увидела, как динамика затормозилась. То есть если раньше там появлялись слова, быстро там много, то вот в этом случае, конечно, он много очень смотрел. И, безусловно, очень важно смотреть за динамикой развития ребенка, особенно если есть задержка, да и если нет задержки. Тоже нужно смотреть за динамикой развития. Можете написать мне слово «тест» в комментариях к этому эфиру, и нормы речи вам отправил бот в директ, если у вас еще этих норм нет. Ну, нормы речи там до трех лет у меня. Вот, и надо смотреть, конечно, на состояние ребенка, потому что некоторым детям вообще, ну, то есть очень сложно, перегружается нервная система, состояние такое вот. Истерик много становится. У нас вот этого не было. То есть несмотря на то, что было много экрана, ну, уже ему четыре с половиной года, моему сыну, не было. Я не заметила, что какие-то изменения там в психике произошли. Вот. Надо, конечно, за этим следить, но я не категорично по поводу экрана ни для нормы, ни для задержки речи. То есть если там два раза в день включать там ребенку ненадолго, даже экран, даже задержка речи, то есть это возможно, здесь нужно смотреть, конечно, индивидуально, но важно смотреть, что помимо этого-то есть. Если мама создает все условия для запуска речи, то, собственно, ничего страшного не будет, если будет экран. Сыну сейчас два и три начались истерики. Но вот истерики, они в целом вот в этом возрасте могут проявляться очень. И здесь, да, можно посмотреть, а без мультиков, может быть, действительно будет лучше, а может быть, не связано с мультиками. То есть это, да, на самом деле, ну, мультики могут перегружать так нервную систему, особенно если ребенок высокочувствительный. Это очень может сказываться. Вот у нас я не замечала таких вот прям проявлений. Дальше, да, что хотела сказать еще. И вот неважно, ребенок хорошо развивается, нехорошо развивается. Все равно важно ограничивать, понимаете. Границы, они нужны всем, без разницы. То есть даже если говорит отлично, это не значит, да. Нам же еще важно не только развитие ребенка, но и наше отношение, понимаете. И когда ребенок без ограничений в экране, этот экран может уже влиять на наше отношение, на ребенка, да, вот на его психику, пожалуйста, на состояние. Помимо состояния, да, то, что вот у нас, допустим, с развитием все хорошо, хорошо. Ну, с речью, с развитием. С состоянием всего все хорошо, хорошо. Но отношения, отношения-то тоже важны. Получается, он смотрит там каких-то блогеров, да. Ну, как бы, я думаю, что здесь мамы собрались, которые меня в этом поймут, что хочется все-таки со своим ребенком время проводить, а не просто дать ему экран и там лежать там, в общем, отдыхать даже, если это удается. Ну, вот, в общем, хочется с нашими детьми иметь контакт, потому что это в перспективе очень... Ну, там у меня такие ценности, да, вкладываться в ребенка, в семью. Дальше читаю. Да, то есть, причем даже такой вот, мама пишет, да, что будто привязанность сформировалась. Да, бывает такое, что есть такое понятие нарушение привязанности. Вот у нас есть привязанность с ребенком, да, то есть, и она, ну, должна быть, да, ей-то. Ну, она есть всегда, да, и бывает, есть такое понятие, как нарушение привязанности, да. И одно из таких нарушений привязанности — это как раз перепривязанность к предметам каким-то, в том числе вот к этим. И какая-то гаджетозависимость, вот это все, это не из-за того, что... В общем, это из-за того, что что-то не так в отношениях. Если прям такая вот перепривязанность, то есть надо работать над отношениями с ребенком, тогда не будет вот этой гаджетозависимости, как у нас, например, да. Меня, конечно, это удивило, что Артем так легко, ну, ну, то, что он не просит, не ходит, не клянчит, там, вот этот экран. То есть у него вот этой зависимости не сформировалось. То есть вообще он легко от этого отказался. Но здесь еще и возраст влияет, потому что все-таки маленьким деткам у них как бы еще нервная система такая, и они, конечно, могут сложнее вот это вот им может даваться. в плане, что они могут, да, как бы так скажем, привыкнуть, да, что у них вот есть вот этот экран. Вот, плюс если экрана много, да, это влияет вообще и на взрослого тоже, да. Почему я еще в сторис сказала, что должно быть время свободное от экрана и от работы. И я себе прямо для себя это тоже делаю. То есть потому что, когда много работы, дел, экрана, там, быта, когда ты вся вот такая вот как белка в колесе, это не есть хорошо. Должен быть покой. Нужно где-то выдыхать, скучать где-то даже, да, где-то. Тогда придут мысли какие-то интересные, о чем интересном заняться с ребенком. Фокус пойдет на это, да. Сразу же выбираешь, ага, может, наклеечки купить, может, там, пластилин новый, еще что-то куда-то сходить, да, вот эти традиции. И появляется игривость, начинает работать фантазия, понимаете. То есть когда ты вся в делах, у тебя, конечно, никакой фантазии. Ты там просто дела какие-то работают. Тут экран, да, твой, то есть он тоже у тебя твое внимание забирает. Мы все пространство этим заполняем. У нас просто не остается пространства для чего-то другого, для нашего покоя и для нашей игривости. Игривость должна быть у всех, у взрослых тоже. Это, если ее нет, это уже, как бы, можно сказать, нарушение, да, такое вот депрессия, выгорание, я не знаю, не ресурс, да. То есть это вот, это тоже важно. И игривость, я здесь не, вот просто, я не знаю, не играть с ребенком в пуколки, там, вот это игры. Я имею в виду широко. Так вот, я выложу ринз, потом, там, разбор, где там папа танцует, там. Вот она игривость. Вот когда мы с ребенком вот на такой волне, понимаете, или там вот я в сторис выкладывала, в сторис мультики, которые я туда сохранила, где я такая играю, там, о, я там монстр, да, то есть вот что важно, вот это игривость. И прям покайфовать от этого, удовольствие получить от игр с ребенком вполне возможно таким образом. А вы вообще убрали телевизор для ребенка? Нет, я вот сейчас сказала то, что два раза я ему даю. Вчера один раз получилось, утром. Утром и вечером. Вечером вот. И не телевизор, а у нас вот телефон. Конечно, лучше там не телефон, не планшет, я понимаю. Тоже говорят, что лучше там, чтобы подальше там, чтобы телевизор там был. Но у нас такой вариант, как бы выбрали для себя, и все. Ну, то есть четкие границы. В остальное время я сама ничего не смотрю, то есть на фоне ничего нет, да, то есть на фоне ничего не включаю никогда телевизор. Мы телевизор смотрим вот четко, сериал включили и все. Там с мужем по вечерам тоже. Дальше. Я тоже выстраиваю границы. Выбрала время в дне, когда больше всего мне нужен покой. И тогда включаю мультики на определенное количество и очень много работаю над тем, чтобы хорошо выходить с мультиков без истерик. Вот это мне очень понравилось, то, что мама написала. У меня, по сути, то же самое. Круто выбрать время, да, четкое, когда тебе нужен. Потому что мультики-то они для чего? Для родителей, а не для детей. И сразу же хочу сказать, что нет развивающих... Ну, короче, для развития лучше не использовать мультики. Лишнее экранное время ни к чему в этом плане. Ну, как бы такое это понятие. Особенно для запуска речи вообще. Вообще для запуска речи. Мы не можем мультиками запустить речь. Вот это прям сто процентов. Там другие процессы работают. Напишите опять слово «тест» мне, и там посмотрите эфиры, посмотрите у меня в блоге. В общем, я про это говорила. Если не найдете, можете мне прямо в директ написать. Я вас ориентирую по блогу, если вот эта тема интересна. Вот. Да, мы включаем экран, когда маме нужен вот этот покой тоже, да. Помимо экрана мы каким-то другим образом можем организовать этот покой тоже. Надо стараться находить тоже там, допустим, ну вот, когда муж приедет из командировки, все-таки он будет тоже проводить время с ребенком. Он такой же родитель. И то есть вот у меня тренировка, все. Полчаса, пожалуйста, я тренируюсь или там, я пошла в душ там и так далее. То есть он с ребенком сидит. Так же он там, я пошел, я с ним. Ну как бы мы прям равноправные родители. Вот. И тут, конечно, еще возраст немножко влияет. Это больше вот, это больше тема тоже у меня раскрыта на курсе про отлучки. Можете написать слово бережно. И вот отправят вам тоже там полезные подарочки по этому поводу. И здесь мне тоже очень понравилось, что вот есть определенное количество раз, и есть определенное количество времени, когда у ребенка... Ну вот прям четкие ограничения. Это самое первое, что важно сделать. Четкие границы. И дальше идет истерика ребенка. Вот сейчас про это поговорим. Как относитесь к онлайн занятиям для ребенка? До трех-четырех лет я бы не рекомендовала онлайн занятия для ребенка. Потому что как бы это тоже лишнее экранное время. И там, ну в общем, это и по всем стандартам, и как бы это неэффективно, я думаю, да. Но, допустим, я провожу онлайн диагностику, но в каком формате. И онлайн консультирую мам. То есть не занятия провожу прям с ребенком, а с мамой. Я общаюсь с мамой, и мама потом применяет. То есть когда вот в таком формате онлайн какая-то работа ведется для развития ребенка через маму по факту. Потому что все через маму делается до трех-четырех лет. Вот. Это да, это возможно, это классно, потому что даже не у всех есть возможность найти логопеда, психолога, да, где-то у себя. Тем более забережный подход, да. И, ну, в общем, я за. Но прям онлайн занятия с четырех лет в целом, если нужно, то можно. Там какие-то звуки поставить, еще что-то. Но я считаю, что тоже маме важно включаться в эти моменты. То есть это не для того, чтобы маме быть в покое, да. Это немножко другая задача. И здесь я бы рекомендовала, если есть, ну, если хотите такие занятия, можно попробовать. Это не для всех. Но можно попробовать и с ребенком быть рядом, включаться и смотреть, и наблюдать. А не так, что оставить ребенка там одного с педагогом. И все. Потому что все-таки энергетика, она не так передается через экран. Я проводила онлайн занятия сама по звуковке. И как бы, ну, хотелось бы, чтобы родители тоже участвовали. Да и даже если оффлайн занятия, не думайте, что если вы пойдете оффлайн заниматься, хоть звуковкой, да, там звуки ставить, там развивать речь, хоть запускать речь, тем более запускать речь кому-то оффлайн на занятия, не думайте, что вы тоже все-таки сняли ответственность. Вам тоже надо будет что-то делать. Вам тоже нужно будет включаться. Ну и смотреть, как бы, что вообще, как специалист, да, вот выбор специалиста тоже очень важен. Вот. А в целом, да, к онлайн занятиям нормально, спокойно отношусь, особенно если там тоже это намного удобнее для родителей. Но опять можно пробовать и смотреть. Но я бы для своего бы ребенка больше бы предпочла, наверное, оффлайн занятия, честно. Вот. Но пока, как бы, никаких занятий нам не требовалось, я сейчас звуки сама ставлю. И я так работаю, да, я помогаю мамам самостоятельно самим разбираться в речи ребенка. И со звуковкой работать тоже у меня такие есть консультации, что мы там разбираемся, все ли хорошо со звуками, как мама, что может сделать, да, с ребенком. Вот. Подбираю рекомендации, игры какие-то скидываю. Вот. И по запуску речи так вообще у меня целая система. Там, конечно, все вообще продумано. И сопровождение там есть. Вот. Насчет истерик и мультиков, да. Конечно, конечно, это нормально, что ребенок, когда мы ему отказываем, да, когда мы его ограничиваем, ребенок может истерить. Потому что у него фрустрация опять-таки, да, то есть у него он ожидал то, что он посмотрит, он хочет смотреть. А мы ему раз и ставим такую границу. И вообще, да, когда выстраиваем какие-либо границы, когда мы запрещаем что-то ребенку, отказываем, конечно, нормально, что у ребенка эмоции возникают. И если про эту тему вы хотите более подробно поговорить, то обязательно пишите в комментариях. Это прям отдельная тема. Вот. И могу ее раскрыть тоже, да, как выстраивать границы. Пока что вот эта информация про вообще про воспитание, про истерики и так далее, я делаю это на консультациях по детско-родительским отношениям. И в моей группе поддержки это есть. Вот. По ссылке в шапке профиля все есть мои вот проекты. И по ссылке в шапке профиля есть мой телеграм-канал. Я там записываю подкасты, тоже про воспитание. Это тоже полезно послушать. В том числе я там какие-то моменты некоторые говорю про эмоции точно, 100%. А как по запуску речи к вам обратиться? По запуску речи тоже. Вот. У меня есть ссылка в шапке профиля. Либо можно... Вот. Вы написали, по-моему, уже мне тест. В директ должна прийти ссылка. Там тоже в этом телеграм-канале в закрытом. Там есть тест. Там есть игры. Там есть эфиры. И там есть ссылки на мои проекты. У меня там есть марафон. Марафон. Тариф самостоятельный. Марафон с консультацией есть. И есть сопровождение. Это прям от и до. Диагностику сначала проводим и запускаем речь. Прям вот... Это прям полноценная такая глубокая работа. Все, что нужно для запуска речи. Дальше я читаю. У меня может час планшет играть или час мультик смотреть без перерыва. Но стараюсь потом выключать вообще все, чтобы без шума фонового. Но она совсем не хочет играть одна. Много ролевой игры, но только вместе. Это уже бесит. Дарья, я рада, что полезно. Если что, пишите в директ. Я могу прям отправить ссылки. У меня еще в актуальных сторис есть. Про речь, про марафон мой. Про сопровождение тоже есть. Можно тоже посмотреть, ознакомиться. Там и кейсы мои есть. Что касается вот этого комментария. Здорово. Вообще. То есть у меня тоже Артем смотрит достаточно долго. То есть может и час поиграть. Ой, посмотреть YouTube. Ну полчаса, час. Вот так я для себя определяю. И как бы это надо смотреть тоже, мне кажется, и по состоянию ребенка, и по маме, по обстоятельствам. Вот, то есть для себя решить, для вас это окей или нет. Вам это подходит или нет. Если все хорошо в целом, да. Если вас это устраивает. Если вы видите то, что на ребенка это не влияет, да. То ну примите это все. Пусть час. Ну пусть час. Хорошо. Кто сказал, что меньше должно быть. Кто сказал, что больше должно быть. Ну посмотрите какие-нибудь стандарты там по возрасту. Я уже проводила эфир про мультики. В моем телеграм-канале он есть. Если вдруг не нашли и вам срочно надо, напишите мне тоже в директ, я вам скину. Там я про цифры говорила, кстати. Рекомендации там какие-то по стандартам. Ну скажу сразу, до трех лет вообще, говорят, ноль. По-моему там. Вот. И вот, кстати, насчет того, что совсем не хочет играть одна. Много ролевой игры, да, только вместе. Да, конечно, деткам часто требуется партнер по игре и много совместной деятельности. С возрастом все больше самостоятельной игры. Но я хочу здесь пояснить, да, что, конечно, вот ребенок, он может скучать. Ему может быть скучно. Но мы не обязаны с ним играть, если мы не хотим, да. Я как делаю? Я либо говорю, да, тебе скучно, давай что-нибудь придумай интересное. Если он прям зовет меня в игру и говорит, мне скучно одному. Если мне не нравится игра, ну я не буду себя прям составлять. Я либо... Тут мы уже про игру начали. Ну ладно, расскажу. Мы либо... Я либо предлагаю что-то другое, что мне будет интересно. Типа наклейки поклеить, порисовать, там еще что-то. Либо... Здесь тоже можно просто отказать, понимаете? И принять эмоции ребенка, да. То есть такое тоже, возможно, это один из вариантов. Либо предложить что-то поинтереснее, направить ребенка во что-то другое. Либо поиграть, да, поиграть. Для вас это будет работа, и вы поиграете, но это сделаете там. И спустя какой-то... Ну, чуть-чуть поиграете, и там, допустим, будете делать какие-то свои дела. И ребенку обознать, что я сейчас с тобой поиграю, но потом, как бы, теперь ты сам, да, там, допустим. Или на что-то другое направить. То есть, может быть, чуть-чуть стоит поиграть, и чуть-чуть, как бы, вырулить игру в другое русло. Либо еще мне помогает смотреть на ребенка вообще, как он играет. То есть, поиграть с ним, поиграть, но, как бы, наблюдая за ребенком, исследователем таким побыть. А что он говорит? Ой, как интересно! А здесь вот он как-то вот какие-то терапевтические даже моменты для себя делает, да, что там какие-то сценки проговаривает. Как интересно! То есть, как вообще ребенок проявляется в этой игре, поумиляться, да. То есть, ну, и быть таким, конечно, да, там, поиграть в эту игру, даже если что-то с игрушками. Но вот когда фокус на другом, немножко тоже получше. И плюс еще очень классно помогает, когда мы включаем какую-то работу на результат сюда. Например, вот я не особо хочу играть, но я понимаю, что так, можно сюда... Он очень хочет поиграть в эту игру, и он вовлечен в нее. Я включу-ка сюда звук Р, да, или там вот можно на запуск речи что-то включить, да что угодно. То есть, какое-то развитие. И у меня уже цель направлена на то, чтобы вот я развиваю здесь ребенка. И то есть, я как бы играю не для того, чтобы поиграть просто, да, потому что игра, она просто, это мы наслаждаемся как бы процессом. А я играю, чтобы развивать его, чтобы и он тогда, да, начинает, то есть, там, красиво говорить. Я такая довольная. То есть, понимаете, да, немножко фокус на другое, и ты уже, как бы, тебя уже это не бесит, а ты уже, как бы, довольная результатом, чтобы вот ты так-то ребенка поразвивала. Вот такие моменты. Вот такими моментами я как раз в группе поддержки делюсь, записываю подкасты, мы там в чате общаемся. И сейчас, кстати, там акция на два месяца, такая сниженная цена, потому что я пока поставила на паузу, новые эфиры в феврале не делаю. Вот, в марте посмотрим. Может быть, уже вернусь в марте. А пока там в записи очень много эфиров. И в том, причем как раз-таки вот все, что я сделала для мультиков, это все вот мне помогло, да, все вот эти знания, весь опыт про границы, про эмоции мамы, да, вот эта вина, тревога, со своими эмоциями справляться, про баланс мамы, про ресурс, да, вот особенности психики детей, как они вообще, что, допустим, вот про игру, да, что у ребенка нету такого вот, не можно постоянно играть самостоятельно и быть только самостоятельным, потому что игра — это прыжок. И то есть, понятно, да, вот привязанность. Ребенок прыгает как бы из нее. Ну, он, понимаете, он в какой-то момент все равно окажется снова внизу, и в нашей привязанности ему важна. И вот там тоже есть лайфхаки разные, как ребенку помогать, чтобы он сам играл подольше. Это вот тоже на эфире я рассказывала. Ой, на эфире, в группе поддержки. Вот. У нас была такая тема, месяца — игра. Вот мы прям про нее много всего говорили. Эфир там проводила я и про свободную истинную игру, и подкасты, и на вопросы отвечала. Вот, дальше. Хочется больше играть, стал капризный. Я убрала вообще экран, да, а теперь не могу придумать, чем его занять. Ну вот, можно поскучать вместе. Вот мается ребенок, не знает, чем заняться, просит, допустим, даже мультик. И такие, ну, я понимаю, тебе скучно, грустно, ты хочешь мультик. Ну, а вы вот, мы поскучаем, и что-нибудь интересное придумается. Я, кстати, делала адвент-календарь, тоже вот в группе поддержки. Прикольно вообще, прикольная штука. По дням расписала традиции. Ну, можно было в разном порядке там выполнять. И вот вообще традиции, они очень классно работают. В сторис-мультике посмотрите. Чем занять, да, есть, я так разделяю немножко, что вот первое, это важно ограничивать, да, то есть должны быть границы вот этого экрана. Второе, это включать игры, потому что совместная игра, она очень классно направляет ребенка от мультиков во что-то более интересное. Игры, конечно, разные могут быть. Я буду этим делиться тоже в блоге, там, наклейки, вот, ну, что-то вот интересненькое. Лед заморозить, игрушки во льду заморозить. Это вот у нас одна из игр была вот в группе поддержки, один из лайфхаков. Там, снег принести с улицы, да, еще что-то сделать. То есть вместе, прикольно же, прикольно, это интересно ребенку. Вот, то есть какие-то такие игры, конечно. Плюс прогулки, конечно, ну, вот у меня с прогулками туго пока что. И четвертое, то, что я выделяю, это традиции как раз, да. Традиции дня, традиции недели. А что мы можем сделать с ребенком? Куда мы можем пойти? Допустим, я думаю, над бассейном, да, я думаю, еще над чем-то. То есть уже не будет вопроса, чем занять ребенка. Вот у нас есть занятия, у нас есть какие-то традиции и так далее. Если делать на это фокус, то это круто. Я целый год делаю на это фокус, чтобы вы понимали. Не так, что я там один раз прописала и все, нет, я прям, у меня была такая цель года. И сейчас я ее продолжаю. И эти традиции, они, кстати, тоже помогают очень сохранять покой наш и игривость. Это не просто так. Вот в этих традициях то, что мы там елку наряжаем, на Пасху какие-то праздники празднуем, на Пасху там красим яйца. Зачем мы это делаем? Скажите, зачем? Ну, как бы просто, понимаете, это просто мы это делаем в удовольствие, просто потому, что это хочется. И такие традиции, они укрепляют отношения, они дают нам покой. Ну, в общем, очень много. Я, правда, кстати, тоже в поддержке проводила эфир про баланс и про это говорила. Дальше. Включала мультики, чтобы почистить зубы. Теперь кажется, что не слезть. Кажется, это кажется, да, можно поменять эти ритуалы. Я за то, чтобы какие-то гигиенические процедуры проводить через игривость. Вообще не рекомендуют психологи делать какие-то манипуляции с ребёнком под мультики, потому что как бы мультики — это такой очень сильнодействующий импульс, и ребёнок как бы не чувствует свой... Ребёнок до 5-7 лет может почувствовать только какой-то один импульс. И мультики — это огромный сильный импульс, и он его только чувствует, да. И, допустим, почему не рекомендуют кормить под мультики, да, ребёнка? Потому что он не чувствует, он не чувствует, что он кушает, что он вообще скушал, сколько он скушал, наелся он, не наелся, да. То есть это как бы большие риски, что будут проблемы в питании ребёнка. И это такой замкнутый круг получается. И то же самое с любыми манипуляциями, да, в сторону ребёнка. То есть вот почистить зубы там и так далее, там ногти постричь, когти хотят. Вот. Ну вот это нежелательно как бы. Я вот это не использовала. То есть может быть, если бы были какие-то сильные трудности, может быть, это и было бы, например, у стоматолога мы включали мультики сыну. Но при этом это не единственное было, к чему я готовила. В парикмахерской бывало мультики включали. Сейчас, кстати, не включаем. И сын сам просит выключить. Мне кажется, он интуитивно хочет чувствовать, что с ним происходит. И даже если он там напрягается, но он такой вот в этом плане высокочувствительный ребёнок. и я смотрю на других детей, они такие, спокойно сидят там, всё им там, это, стригут их, мама вообще где-то куда-то ушла. И я такая с Тёмочкой стою и такая, ему пшикают там, и он такой веселый. Я говорю, о, дождик капает. Как дождик, похоже на дождик. Или там машинкой ему стригут. И стригут её такая, ой, помнишь, у нас есть ведь такая машинка. Я тебя вообще стригла такой машинкой. Бабушка, дедушка стрижёт машинкой. А на что похоже там? И подбираю то, что актуально сейчас там. Допустим, мы тогда муху видели, он так заинтересовался. О, как муха жужжит, классно. Потом он стал немножко так с опаской относиться к насекомым. И, конечно, я тут стала говорить, о, помнишь, монстр. Сейчас любимая тема, да. А какой монстр вот так же жужжит? Так это вот жёлтый там с пропеллером. Ну, в общем, помогаю, да. То есть лучше помогать ребёнку какими-то такими способами. Но это надо знать, понимаете. Как бы если ты не знаешь, чем это заменить, чем мультики можно заменить, это да, конечно, сложно. Проще включить мультики. Но когда ты знаешь, что есть такие способы психологические, которые ребёнку могут помочь. И плюс игра, игра, игривость. Включать везде игривость. Я уже эфир затягиваю. Ну, вот я думала, что вообще на 10 минут выйду. В общем, могу бесконечно действительно про это говорить. Но поверьте, можно мультики на что-то заменить. Но я не прям категорично, что всё пипецно. Но если вы так не хотите, то всё возможно. Придумать какие-то игры для чистки зубов. У нас это молния McQueen. Там у него нарисована молния McQueen. И вот она ездит в гараже. И то есть мы прям в игре. В общем, таким образом. А не так, что иди сюда. Я тебе сейчас буду чистить зубы. Всё там. Конечно, всё через игру. И стригу ногти, кстати, хотела тоже снять такое видео. Я ему просто рассказываю сейчас историю какую-то интересную. Там придумываю на ходу. Он отказывается стричь ногти сначала. Я говорю, давай я посрежу. Он такой, нет, нет, нет. Я говорю, а ты знаешь, там вот один монстр фиолетовый захотел из этого мира прийти в наш мир. И начинаю стричь. И он как бы затянутой этой игрой. Он даёт сам. Но до этого он не давал, понимаете. То есть это мы обходим противление ребёнка таким образом. Через игру очень классно это можно делать. Вот. У меня пунктик только спокойные фильмы и мультики. Вот это ещё мама писала, что в кафе просит выключить мультик или включить что-то более спокойное, если там, ну, если все согласны. Это классно, да. У нас, у меня Артём с контентом. Сейчас вот ещё другая мама пишет. Юля. Мои фанатеют от страшных блогеров. Сиреноголовый, с кемиде туалет. Но ограничиваем, да. То есть вот у меня Артём, конечно, по интересам тоже смотрит. И ему интересно смотреть это. То есть хотя как бы какое-то время у нас была такая традиция смотреть какой-то спокойный полнометражный мультик. Да, там новогодние вот мультики мы смотрели в Телеграм-канале. Я тоже делилась. И на самом деле есть мультики очень классные. И можно смотреть с ребёнком. И можно сделать такие традиции даже, что ограничения, они могут прям вот быть такими. Что мы смотрим там только в выходные вот один мультик полнометражный. Допустим, такие ограничения могут быть. Могут быть. Не обязательно делать как я, что там два раза в день. Вот. Может быть абсолютно вот как вам удобно. Но это должны быть традиции, которые вам подходят. Вот. И да, у кого-то вот именно так. То есть если бы меня смущало то, что Артём у меня смотрит каких-то блогеров там и так далее, я бы что-то сделала с этим. Ну, видимо, мне так окей. И вот дети на самом деле, они любят очень вот таких вот монстров. И в этом нет ничего страшного. Это наоборот полезно. Тоже в Телеграм-канале говорила про то, что дети тянутся вот к этим монстрам. Там вот эти скипите туалет. Это вообще там хаги-гаги. Вот эти всё. Я такая раньше думала, что ой, боже мой, я никогда не куплю. Вообще такого не буду давать. Но на самом деле это тоже про игру. И в игре таким образом классно отрабатывается тревога. И ребёнку потом, благодаря вот этим монстрам, легче справляться с тревогой в жизни. Представляете? И это только один из плюсов. Поэтому как бы ничего страшного, что вот эти скипите туалеты. Я вот тоже по этому поводу вообще не беспокоюсь. Ну, конечно, лучше какие-то спокойные, да, и хорошие мультики. Можно контент тоже выбирать для своего ребёнка. Если есть такая возможность и желание. Это вообще идеальный такой вариант. Ну, у нас вот не так. Ну, и как бы, конечно, с возрастом, понимаете, что с возрастом это всё сложнее регулировать контент. Потому что если раньше, я могла. Да, а сейчас он как бы, я хочу посмотреть вот это. Я хочу слепить вот это. Пожалуйста, пусть. То есть, в общем, такая тема. Ещё немножко у меня тут осталось этих окошечек. То же самое. Причём ненавижу гулять и играть. Плюс сын в очках. Ну, вот то же самое с экраном. Я ещё там про прогулки говорила, что нам сложно выходить на прогулки. Это, видимо, отдельная уже тема. Ну, тоже, когда, допустим, летом мы гуляем весь день. И, конечно, тоже экрана намного меньше. И вообще не... Ну, может и не быть в течение дня. Всё очень сложно. Мне... Ну, ладно, это я не буду читать. Это мы в директе пообщались с мамой. Два сына. Пять и год девять. Да, вот ещё когда двое детей. Ещё когда там какие-то обстоятельства. То есть, не всегда мы можем прям суперстрого ограничить детей. Вот у меня, пока мы там жили с родителями, тоже это было прям проблемно всё. Очень чётко ограничить. Та же тягня. Работаю дома. Жду третьего. Считаю, YouTube лучше сада. Ну, вот такое мнение, да. У меня, кстати, у мамы тоже такое мнение. Но, мне кажется, здесь нужно смотреть контекст всё равно. Но для вас действительно это лучший вариант. Вот каждый выбирает себе лучший вариант. Ну, вот как у нас было целый день. Ну, блин, для меня это не лучший вариант. Ну, вот у меня просто ребёнок в сад не ходит. Я почему этот контекст сказала, что он в сад не ходит? Чтобы все понимали, что он прям целый день мог смотреть. То есть, это не просто ребёнок там в саду. Потом он дома что-то там смотрит. Хотя, вы знаете, даже если ребёнок там в саду, да, он там без экрана. Но для ребёнка это разделение. Потом он ещё приходит в экране. То есть, как бы это тоже такое. Экран всё равно, да, вот если мы не с ребёнком вместе что-то смотрим, да. Чаще всего, как бы, как получается, что мы просто доём ребёнку. Ну, тоже, как бы, мы не общаемся с ребёнком в этот момент. То есть, мне очень приятно стало, что, когда вот такой вот баланс для себя нашла, границы вот эти расставила, что очень приятно стало, что мы больше стали общаться с сыном. Я больше его вижу, больше вкладок, ну, больше у нас отношения, да. То есть, я это чувствую. А так, действительно, чувствовалась я ухудшую, блин, этой плохой мамой. Ну, это так тоже, конечно, я условно. Говорю, утрированно. Просто такое чувство, да, от вины. Сыну два. Из-за пневмонии включаю мультики, чтобы сделать ингаляцию. За месяц случилось привыкание. Хотела хотя бы через год-два. Ну, вот бывает так, что, да, теперь мучаюсь чувствами вины. И, как вы, пытаюсь найти баланс и границы. Ну, да, сочувствую, что была пневмония, что в мультике вошли в жизнь. Но, действительно, можно ограничивать. И ограничивать вот как вам угодно. То есть, можно прям, я говорю, что можно в любом количестве это делать. То есть, для меня там два максимума, там, я не знаю, ну, может быть, там, какие-то дни, может быть. Но смотреть всё равно, конечно, по состоянию. Я за это, и из-за болезни, и из-за ещё чего-то, да, сбои случаются и у нас. И снова устраиваешь границы. Вот. Ну, здорово то, что есть желание находить баланс и расставлять границы. Вот. У меня тоже ребёнок не ходит в сад. Так, ну, тут уже про сад. Вот. Да, это, конечно, тоже, вот можете посмотреть, если про сад интересно, актуальный, разлука и актуальный сад. И вот слово бережно написать, и вот отправить тоже. В общем, там много интересного. Для тех, кто думает, пойдёт в сад или не пойдёт в сад ребёнок. Для тех, кто там просто разлука тоже, даже если ребёнок в сад не ходит, разделение всё равно случается. Мы не можем быть включены в ребёнка 24 на 7. Это прям, вот, посмотрите истории с разлука. Там я и своим опытом делюсь, и тем, что как бы, даже если мы с ребёнком постоянно, это не значит, что. У нас нет этого разделения, да. Вот. Я ещё включаю, когда я болею, да. Вот ещё другая мама пишет. Да, нет сил играть с ребёнком. Да, действительно так. То есть, и у меня так же. Я не знаю, может быть, у кого-то по-другому, кто-то как-то по-другому это выстраивает. Если есть такая возможность, может быть, какая-то помощь, да. Ну, вот у нас тоже так. Пишите в комментариях, если вы не включаете ребёнку в болезнь, какие-то мультики, пишите. Но в то же время, вы знаете, я смотрю, тоже стараюсь включить какие-то игры спокойные, когда можно прям даже лёжа поиграть с ребёнком, то есть вместо мультиков, да. То есть стараюсь всё равно находить какие-то такие моменты. То есть у нас много разных там пособий, типа лото, да, какие-нибудь там книжки, карточки, да. Вот это вот тоже, конечно. Но бывают сил, правда, вообще ни на что нет. Вот, ну, можно пробовать какие-то включать такие вот сенсорные какие-нибудь коробочки, там у нас киндеры есть, и вот поразглядывать их, посидеть. Вот, ну, конечно, у нас тоже больше обычных экранов, чем болезнь, чем обычно. Вот. Кто-то вот убирает совсем, делает детоксы. Кстати, да, есть такое, что вот бывает, когда у ребёнка прям сильное привыкание. У меня, кстати, такое тоже было, на самом деле, когда ребёнок прям чувствовалось то, что он прям постоянно просит, прям он не может. Я прям убирала совсем детоксы, вообще не включала. То есть когда, знаете, такой момент, когда он там видит телефон, и всё, ему уже надо там. Я прям всё, совсем убирала. И через какое-то время, ну, достаточно, причём быстро это происходит, просто это надо реально выждать. Через какое-то время всё нормализовывалось. Вот. Ещё лайфхаки есть, конечно, как переключать ребёнка с мультика на что-то другое, там, допустим. Ну, это уже тоже такие моменты. Здесь не буду уже говорить, но это есть, это есть, как можно. Это больше, наверное, про границы. Про границы. И вот в группе поддержки можно про это пообщаться. Обычно как бы вот такие точечные моменты. Это я прям записываю подкаст, мама задаёт вопрос. Я вот могу подкаст записать, то есть на минут 5, на 10. Вот. То есть эфира тут не хватит, чтобы на всё, да, подробно ответить. То есть вот кто-то убирает из-за зрения, поначалу тяжело, потом хорошо, адаптировались, да. Привыкли, попривыкли. Вот привыкание и адаптация, я разделяю эти понятия. Вот. Но это я так просто уж как такая душнила психологическая. Вот. Но можете посмотреть, как раз-таки вот, когда слово бережно пишите, там есть у меня подкасты и эфир. Я там говорю про адаптацию привыкания. И ещё больше я про в группе поддержки про это говорю. И вот ещё мама пишет, что Марина, у нас кошмар, со старшим такой тяги к Ютьюбу не было. Но у нас ситуация, пошла сильная агрессия, сын дерётся, клянчит Ютьюб, да, фрустрации очень много может быть. Это правда. И важно просто справляться с этим, знать, что сказать, знать, допустим, мой ребёнок сказал, я тебя не люблю. Я же понимаю, что это просто злость, и я знаю, что ему сказать, я знаю, как действовать. И, конечно, мне в этом плане спокойнее, как и выставить границы. И да, с сегодняшнего дня тоже играю, пишет. Да, вот игры, они, конечно, помогают направить ребёнка. В общем, всё, что я хотела сказать вам. Тир получился больше, чем я думала. Кто посмотрит в записи, задавайте тоже свои вопросы, делитесь своим опытом. Можем обсудить с вами в комментариях, тоже друг с другом пообсуждать какие-то моменты. Мне будет очень интересно вас послушать. То есть, несмотря на то, что я как психолог, как эксперт выступаю здесь всё равно, я очень люблю слушать мам. Потому что мамы, когда разговаривают, они могут быть услышаны самой собой, во-первых. Во-вторых, другими. Это на самом деле очень важно. Я поэтому создала тоже блог, создала группу поддержки, где более такая тесная связь прослеживается. И какие выводы я хочу сделать? Что, конечно, важно ограничивать. Это то, что в сторисе я описала. Важно ограничивать ребёнка. Здесь нужно справляться с эмоциями маме, с эмоциями ребёнка. Для этого нужно знать особенности психики ребёнка, как это всё. Затем, да, границы. Границы бережно. Надо знать, как бережно выстраивать вот эти границы. И далее, да, вот я там про прогулки писала. Ну, прогулки и традиции можно в одно. То есть традиции какие-то могут быть. Ну, традиции могут быть, это и какие-то игры. И традиции это могут быть просто какая-то совместная деятельность, отдых с ребёнком. Можно отдыхать с ребёнком, находить какую-то деятельность, где отдыхаете и вы, ребёнок. Я, например, на фейерике люблю кататься. Вот наклейки, когда клеим, я тоже отдыхаю. Рисовать я люблю и так далее. Вот, баланс важен, да, баланс мамы, потому что, ну, включаем тогда, когда надо нам. И если у нас есть баланс, то мы будем включать, да, ну, у нас будет всё более чётко, да. И, ну, собственно, тогда вот мы не окажемся в этом замкнутом круге чувства вины. Вот, в общем. Ну, и, конечно, следить, да, за состоянием ребёнка, за речью, да, для этого нормы речи тоже надо знать. Вот, в общем-то, этим всем я и делюсь с вами в блоге. Поэтому увидимся в блоге. Пишите, заглядывайте в проекты, в подарки. У меня много разных подарков. Вот, я ещё здесь не говорила, что есть про завершение грудного оскарбливания. Это надо написать мне слово ГВ. Вот. В общем, слово ТЕСТ, Бережно и ГВ. Прям некоторые берут и пишут так вот подряд. И вот им отправляют все ссылочки на все подарки сразу. Вот. Ну, в общем, давайте увидимся в блоге. Пишите свои вопросы. Пишите, что полезного взяли от эфира. Кстати, такая интересная вещь. Недавно услышала, что... И сама сейчас стараюсь применять. После каждого какого-то просмотренного видео. Вы не просто посмотрите видео, а сделайте один-два действия. Даже небольших каких-то. Ну, например, возьмите, посмотрите сторис. Выпишите себе традиции, которые вы хотите. Или там, я не знаю, лёд заморозится с ребёнком, поиграйте. Лёд заморозит. Игрушки туда набросать в воду. И в морозилку. Всё. Потом достаньте и там вот поиграйте с ребёнком. Или, ну, в общем, что-то сделайте, чтобы это было на пользу. И пишите, что делаете в комментариях. Мне будет очень интересно посмотреть, чтобы вам действительно... Чтобы это было не просто на уровне, так... О, инсайд. Я ещё применю что-то с эфира. Вот. В общем, эфир заканчиваю. Спасибо всем, кто посмотрел, кто был онлайн и посмотрел записи. И спасибо всем, кто в окошечке написал. Я прям, ну, очень рада была. И классный, я думаю, эфир получился вот с таким, как бы, общением нашим, вроде как на расстоянии, да, то есть не онлайн. Но это здорово. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.